Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр в Сочи сумел впервые в развитии детского спорта совместить работу тренеров и педагогов. Здесь работают по программе, которая помогает воспитывать ребят не только высококлассными спортсменами, но и образованными культурными людьми. Программа первой смены очень насыщена, но самым ожидаемым событием стали мастер-классы знаменитых фигуристов. Ребята многому хотят у них научиться. Перенять технику, может быть, как-то научиться что-то, какие-то особенные элементы. Первыми в роли наставников выступили Мария Петрова и Алексей Тихонов. Чемпионы мира по фигурному катанию сегодня заняты в ледовом шоу Ильи Авербуха, которое проходит тут же, в Олимпийском парке. Несмотря на плотный график, спортсмены с радостью уделили время воспитанникам центра. Перекладываемся в один круг, в другой круг. Стараемся не затирать плечи, мягкая мягкая колена. Понятно, что за короткий отрезок времени многому научиться не удастся, но Мария и Алексей постарались поделиться профессиональными секретами. Первый всероссийский такой детский сбор. Это замечательно, что как раз в сердце Олимпиады российской. И нам так приятно, мы выходим на лед, работаем с детьми, чему-то их обучаем, что-то подсказываем, что-то. И видим, насколько они с интересом все это воспринимают. Ждали мастер-классы не только участники первосмены, но и их тренеры. Ведь такое событие поможет не только повысить спортивное мастерство ребят, но и дать огромный стимул для дальнейших побед. Я считаю, что встреча с таким великим человеком, как Алексей Тихонов, как Мария Петрова, поможет им прикоснуться к высшему. И немножко переключить их внимание, немножко заставить детей послушать людей, которые очень много прошли, очень длинную карьеру в спорте. Я думаю, что это очень полезно, и такие мероприятия надо внедрять. После урока Мария и Алексей ответили на вопросы ребят и раздали автографы. Сегодня с юными фигуристами встретился олимпийский чемпион в парном катании Максим Маринин. Известные спортсмены выступят на торжественном закрытии первой смены центра 22 июля. Татьяна Дубовик, Димитр Даниловский, телекомпания ФКТ.